Просто это течение, оно напоминает развитие в какой-то профессии, например, да, то есть это некое такое, ты тратишь много усилий на то, чем ты занимаешься, то есть ты изучаешь, ходишь на какие-то дополнительные, изучаешь кучу всего, тратишь на это очень много времени, и при этом это все еще и не для тебя в итоге получается. То есть я имею в виду то, что интересно, как ты воспринимаешь эту часть своей жизни художника как профессию, или чем это отличается от… Ну нет, профессия, наверное, это последнее, что бы мне хотелось применять к этому слову художник. Мне кажется, что в капиталистическом мире, где все процессы устроены на то, чтобы быть эффективными, приносящими, увеличивающими капитал, ну короче, что-то такое происходило, что-то другое, что-то происходило. Художник – это, наверное, тот единственный субъект, который может себе позволить, который я может себе позволить. Ну, в общем, это какая-то, ну такая деятельность, которая не должна быть в какой-то мере не профессия, потому что она… Ну, в общем, эффективность, эффективность процесса, эти точки, которые мы определяем там нашу карьеру рабочую или там трудовую, потому что карьеры художественные, они, в принципе, разные. А какие критерии художественные, ну, по-твоему мнению? Количество охвата аудитории или какие-то признания институции? Ну, это хороший вопрос. Ну, для тебя? Ну, как ты вот ощущаешь, что, да, ты продвинулась на пути художника там или… Ну, вот видишь, у нас тут недавно был спор, ну не спор, но какой-то очередной разговор в архивном чате относительно того, насколько успешен архив. И я вот продерживалась по точке времени, что, в общем, никто нас не знает, мы там, значит, недостаточно правильно описываем всю практику, ну, там, может быть, какие-то места бывают скромные, излишние, может быть, это не требуется совсем. Вот, а Катя Градова всегда говорила, что, знаешь, что я вот 18 лет, там, 20 лет, ну, какие-то такие цифры, и, наверное, я этим занимаюсь, и только сейчас мне кажется, что я получаю какое-то внимание и признание. Архив там два стола года поскакал. Ну, если бы известность не была напрямую связана с возможностью где-то участвовать и делать что-то новое, возможно, это было не так важно. Но мне кажется, что вот давай считать успешной карьерой думы или, там, успешный путь художника тот, когда ты можешь быть художником и продолжать делать то, что ты хочешь, то, что ты считаешь. Тогда зовут, в общем, участвовать. Ну, или у тебя есть возможность не быть позванным, но что-то организовать, или ещё каким-то образом всё-таки продолжать высказываться, потому что, наверное... Ну, то есть просто делать практику, вот, наверное, это удачный путь. Мне кажется, что те художники, на которых смотришь с изумлением, я всегда думаю о том, что это в том числе и сила воли, и внутренняя достаточность продолжать идти за путь. Ну, нормально, мне кажется, не хуже всего того, что было, может быть, даже лучше, потому что... Есть просто возможность ложиться спать, закрывать глаза и думать, да, вот... Вот оно случилось, оно задумывалось, оно как-то протекло, вот это всё сошло, и это... Короче, это свершилось, я думаю, что в каких-то таких... Ну, короче... Угу. Этапах. Класс. 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 Юрий будет вдуть, вдуть. Мы тут говорили с ребятами про то, что художником можно быть сейчас в наше время типа максимально разным, то есть как художник, какой-нибудь стратег, художник-куратор, художник... Да, всё что угодно. Да, как будто бы это очень размытое стало сейчас описание. Вот, да, то, что ты можешь делать, всё, что тебе заблагорассудится вообще, в рамках закона или в рамках каких-то эпических эморалит, но если они у тебя есть, то это тоже какой-то вопрос личный. То есть в каких-то границах, в которых ты действуешь, мне кажется, что да, сейчас можно всё это увидеть. Вот, как ты думаешь, какой ты художник? Ну, то есть если бы ты могла расшифровать, какой именно ты художник? Ты имеешь в виду по... Как угодно. Ну, феминистически однозначно, я думаю, что это точно можно... Ну, во всех, почти, работах, которые я делаю, в этом есть голос, и я стараюсь, чтобы это было... Я думаю, что телесность тоже хороший поинт, потому что я использую. Интересность и вопросы с этим связаны с границами, ну, вообще с принадлежностью, это личные, ну, много моих личных тем. Есть тема, я думаю, смены такой достаточно насильственной идентичности, потому что я переселенец, и, ну, человек, который вырос, отсложил в другой стране, и прошёл вот этот путь иммиграционный. И есть какой-то тоже, может быть, мотив, исключённости, не знаю. И... Да, наверное, всё. На самом деле, ты перечислила темы, это был один из следующих вопросов, с которыми ты работаешь, но у меня вопрос был скорее про технику. Ну, то есть, знаешь, не технику, а технику поведения, что-то, как стратегия какая-то, можно быть художником. Да, я думаю, что мне очень важно создать возможность для опыта. То есть, мне бы хотелось, чтобы зритель, участник, тот, кто коммуницирует с моим искусством или как-то рядом с ним оказывается, чтобы у него была возможность... Ну, короче, я думаю, что вот моя суперсила, это вот такие моменты, как бы, уметь разделять. И мне хочется, чтобы то, что я делаю, доставляло такое для вас... Я не знаю, насколько это получается, но... Ситуационист, в общем-то. Ну, в целом, наверное, да. Ну, это ещё что-то связанное с каким-то вот звоном в моменте. Я не знаю, иногда это совпадает, иногда нет. Наверное, ну, и искусство тем более, как бы, популярно, тем больше оно может в таком моменте захватить людей. Ну, может быть, и... Может быть, ещё важны и интересны те люди, которые этот момент как бы зеркалят. Ну, если что, я не знаю... Зрители или... Да, конечно. Среда. Ну, не знаю, среда... Я не думаю, что... Ну, короче, я ещё не делала ни разу искусство для среды. Может быть, это хороший момент, чтобы подумать об этом тоже. Я имела в виду художественную... Какой? А, ну, художественная среда... Я не знаю, мне кажется, что у нас сама такая немножко... Ну, короче... Наверное, дело не в художественной среде, потому что, если делать искусство друг для друга, ну, это слишком закрываться своим словом. Ну, это как становиться, я не знаю, университетом, знаешь, вот... Ты сделала искусство, там, для какого-то особого ценителя. Наверное, оно... Во всяком случае, я всегда слышу эмоции и какую-то реакцию. Даже если люди посмотрели плохое искусство и им не понравилось, это всё равно... Это вызывает желание об этом подумать, как минимум. Даже если тебе не понравилось, ты всё равно об этом как-то размышляешь. Ну, во всяком случае, вот... Мы были недавно на Sunfire, несколько моих друзей, которые искусством не занимаются. Интересуются много, как, в общем, большинство людей. Они приехали на эту ярмарку и по-настоящему кайфанули от того, что посмотрели много разного. Это нельзя посмотреть в музеи. Для того, чтобы посмотреть это на выставках, это нужно посетить, я не знаю, много-много маленьких каких-то пространств, в которых нужно знать, за чем нужно следить. А тут такой большой срез, яркий, разный. И народ кайфанул просто от впечатлений. Мне кажется, что сам даже режим посмотра искусства, даже если он не музейный, не выставочный, а формат яркий, он срабатывает всё равно точно так же. Помнишь свою первую работу, которую ты считаешь, что за 20 секунд ты сейчас почувствуешь на художественную работу? Выставку или работу с вами? Ну, как бы, вот вопрос в том, что художники реально нет, у меня как бы не было никогда. А был же вопрос актуальный, современный ли и соответствующий для времени. Да, я думаю, что вот эта вот работа с оском, с выдранными носами по всему телу, наверное, вот эту вот. Расскажешь про него? Ну, как это выглядит? Почему? Когда ты делаешь эпиляцию воском, остаются такие, видишь, куски воска с вотклотом из них в верхней границе. Да, как-то они из них представляют. Или объекты? Да, я попросила вот и женщину, эпиляторшу сделать фулл эпиляцию и оставить все волосы, все продукты этой процедуры мне. И в итоге это был такой стенд, на котором так аккуратно были возможные полоски с выдранными, с розовым воском, прилипшими туда волосами. Потом сам этот воск, потому что там на разных частях тела применяется разный тип воска. Наверное, вот этот момент, там что-то было про боли, про то, что вот эта вот процедура глубокая бикини восковая, это просто адовишая боль. И когда я начала уже учиться в ИПСИ, я задумалась, задалась этим вопросом, а на хрена я вообще это делаю, это же просто пиздец как больно. Ну то есть просто адово. Ну вот, и это вопрос, понимаешь, который ко мне пришел, который раскрутив, можно было прийти, например, к тому, что там некий стандарт красоты диктует нам какие-то паттерны поведения. И эти паттерны поведения предполагают самовечевание, самоунижение, причинение себе боли. Я плачу еще четыре с половиной или пять тысяч рублей за эту процедуру, понимаешь? Я поддерживаю какой-то там капиталистический проект, кто-то зарабатывает, кто-то производит ВОЗ, и это голая вагуська, как будто бы... Я, короче, не знаю, я вот вдруг... Все ваши слова. Ну да, короче, как будто бы она вдруг стала для меня таким символом. Меня поразил в этом факт того, что я сама причиняю себе боль по другой воле. Это как-то вдруг было неожиданно. Помнишь ли я еще? Работал? Или эпиляцию? Да. И больше не было. Типа, что это хуйня покончено? Ну да, ну ладно. Я думаю, что это вот это как бы... Ну это было мерзко очень выглядело, знаешь? То есть это вот прям розовый ВОЗ тортящие волосы оттуда. Что было, то было. Потом у нас была еще выставка, которая называлась «Месяц», и она была про всякие мемы и всякие интернет-штуки. На нее я уже сделала некий объект. Помнишь его? Как один. Все как один. Да, это был лайк с пенопласта такой. А кстати, а как называлась таз? Воском работать? Ну это был лайк на таком типа бетонном постаменте, штырь, на нем такой пластиковый белый лайк и с одной стороны тут на постаменте выскреблено типа like me, а с другой стороны leave me. Вот такая типа... Ну поскольку культура лайков и вот эта вот история... Ну короче, все мы за них боремся. Вот это like me or leave me. Это как, знаешь, лайк там, люди, которые тебя сто лет не видят, они ставят тебе почему-то лайки в фейсбуке и таким образом как бы пингуют, знаешь, что-то в основном в Англии есть, я там вижу, что ты делаешь, что-то. Но я думаю, что на самом деле никто не увлекает, потому что все примерно одну и ту же жизнь не репрезентируют. Жизнь одной среды или нет? Нет, ну просто все хорошо, все есть, там все не ошибись там. Ну вот такая радикальная позиция like me или любви, получается, или любви меня или... Да, об этом и речь, да. Да-да, конечно. Ну то есть на самом деле это про отсутствие нейтральной позиции скорее даже, как будто, да? То есть давай-ка выберем, не проходи. Ну видишь, если ты не лайкаешь, значит алгоритм тоже не засчитывает тебя во всех этих темах. То есть тем меньше ты лайкаешь, тем меньше ты попадаешь в сети, ну то есть в ленты. Поэтому для того, чтобы быть видимой, тебе нужно лайкать других. Тогда они смогут лайкать тебя, вот в чем дело. А потом были зеркала, да? Или каталог? Слушай, нет, потом там еще была вот такая странная работа. Как же я ее назвала? Что-то про секреты там какие-то. В общем, сервис, интернет-сервис с окошком. И ты там анонимно можешь рассказать какую-то историю. Потом я попросила актеров, актрис, зачитать эти истории. И можно было прийти на выставку эти истории, послушать, свою историю послушать чужим голосом. Такая вот... Про такую услышанность, что тот, кто прочитал, хотя бы точно услышал? Нет, ну про услышанность там были, поскольку я сказала, и я не только сказала, но и выполнила это вещание, что это анонимно. Там очень много историй таких странных, о которых невозможно рассказать. Но я и просила о таких историях. Я просила рассказать об истории, которые у меня... Там моя история есть тоже. Единственная, ну или не единственная, то есть вот ее нужно было написать, напечатать и отправить. И потом актер получал вот этот текст, я их никак не отправила, там все оставалось как есть. И это такой опыт перверсии, выход, не знаю, замены. Ты слышишь историю чужим голосом. Может быть, это что-то, что... Я не знаю, это как эхо, это возможность некого диалога или беседы, или может быть... Ну да, интонации же совсем другие получаются, чем только... Другой человек, это твоя история читается или рассказывается другим человеком. Это остранение, эта история от тебя. И те вещи, которые были тяжелыми... Ну, есть люди, которые поделились со мной своим экспириенсом, то есть которые написали историю, которые пришли на выставку услышать и прослушали, и дали какую-то обратную связь, для них это был интересный опыт, потому что для кого-то уже то, что оказалось крайне важным, перестало быть таковым, что несколько месяцев кто-то услышал это чужим голосом, не услышал той трагедии, из которой она была написана или там надрывом, не знаю. Как-то по-другому ситуация переформулирована была. История в основном трагических есть, да? Ну, то есть какие-то... Да они разные, ты знаешь, разные. Есть какие-то бытовые, есть трагические, ну... Задача стояла какая-то для истории или любая история? Которую не хочется рассказывать? Да, которую нельзя рассказать. Я попросила историю... Я думала о... ну, я думала о Карвая. У него была там такая тема с дуплом, в который ты мог наговорить свой секрет, его заклеить. И в этом есть некая техника, ну, знаешь, отпускание, освобождение, да, в том числе избавление. Не знаю, ты запечатываешь глины, это дупло, и твой секрет не всегда остаётся здесь. Возможно, это тоже такое, не знаю, цифровое дупло, в котором можно было выговориться, и потом... Ну, такое не своеобразное, то есть совершенно оценочное футбе. Актёр прочитал эту историю, он попытался прочитать из текста, из интонаврации какую-то, знаешь, вот... То есть это тоже ему интерпретация, он тоже участвовал здесь как художник. Тут работа мне нравится тем, что опять я... Опять я просто создаю ситуацию. Тот, кто пишет эту историю, тот её читает, тот её слушает. Они все полноправно контрибьютят в этот... И еще пересказывают, да, потом друг другу? Ну, не знаю, некоторые истории даже... Ну, кто-то просто слушает, что беспокоит других. Может быть, на фоне этого свои вопросы, свои проблемы кажутся не такими серьезными. А может быть, наоборот, ты думаешь, блин, как у меня резидентарист. Ну, то есть... Это просто как, знаешь... Заглянуть куда-нибудь? Да, наверное, да. Это неуслышанное какое-то. А называлась как? Тайная история. Тайная? Историт. Так я думаю, что была моя алая родина. Это был такой коридор из шерсти из войлока красного. Ну, даже... Это даже не войлок. Это шерсть, которая впоследствии, если его специальным образом натыкать, станет войлоком. И в этом коридоре звучала музыка. Ну, или, условно, саунд, лучше так сказать, нойз. Это были звуки драм-дамбры в степи, которые разносятся. Там такая специфическая очень акустика с этим порывами ветра. Она играет прерывисто, сама мелодия. И ещё вот этот ветер, ну, как-то сегментирует это звучание. Я его там немного подкрутила и подшаманила. И он, в общем, довольно странно звучит, эта штука. И внутри этого коридора красного из шерсти знакомые были на булавке письма моей мамы, моей тёте, моих сестёр, моих племянниц, моей бабушки. Это работа, которая была связана с вот этим моим этапом эмиграции, когда я приехала в Россию и осталась, как бы, отделённой от своей семьи. И выросла я немного в других, ну, культурных кодах, можно сказать. Ну, в общем, это... И там очень трогательные письма. Это, наверное, сейчас звучит какое-то полное безумие, но там в девяносто восьмом году не было интернета. И единственный способ связаться со своими родными, если они были в Казахстане, это был какой-то дорогой, там, междугородний, там, международный звонок. Либо вот эти письма. И моими родителями, моими, там, женщинами, которые пытались меня поддержать, они, в общем, писали мне очень трогательные письма. Это очень личные, на самом деле, такие вещи. Ну, их можно было прочитать, оказавшись внутри вот этого коридора. Он довольно такой каустрофобично узкий был, но тёплый и тактильный. Тоже достаточно приятный. Тогда очень такая нежная шерсть. Я выбрала эту шерсть, потому что я из Казахстана, потому что ют является, как бы, таким символом кочевого дома. Шерсть, которая станет ещё домом когда-то, когда-то станет войлоком, когда-то станет лютой, когда-то станет местом, которое я найду. И это вот, ну, было моё переживание вот этой потери, то есть корней, потери. Наверное, эпоха самоорганизации уже началась. Эпоха самоорганизации? Там, я не знаю, сколько там было, 140. Мне нужно какое-то довольно приличное количество. И нужно было так пригибаться слегка, чтобы зайти в помещение. То есть они висели прям у входа. Так болтали все перед лицом. Ну, короче... Конечно. Это уже, да, это уже наступила эпоха в моей истории борьбы с патриарх... Ну, и борьбы в Господь. Борьбы... Что можно... Обличение, обличение противопатриархата. Вот, это уже работа была прямо с надувными членами, с которыми ты пригибаешься, что вот это бесконечное требование, предъявляемое к тебе... Потому что ты, в общем, как-то... Ну, то есть... С наступлением внутреннего феминизма некоторые коммуникации становятся удивительно агрессивными. То есть, как только, например, на работе я перестала загодя высказывать безусловное уважение к сотрудникам мужского пола, в некоторых случаях это воспринималось как агрессия. То есть, отсутствие вот этого... Знаешь, типа... Конечно, конечно... Оно... Оно... Оно воспринималось как дерзость. И я, поскольку я работаю в такой, ну, в обычной организации, в которой приняты все адекватные нормы, там, бизнес-оведение, у меня были несколько серьезных конфликтов с руководителем мужского пола, потому что... Причем это звучало именно так, что она никого не уважает и там никого не ставит в хуй. Хотя буквально все, что там я себе позволила, это просто высказать свое мнение, и оно даже... Я бы не сказала, что оно было радикальным. То есть, сама попытка быть из вот этой заискивающей позиции, заведомо как бы второй, воспринимается как агрессия. И я сделала вот эту работу, она из вас веселая затея. Вот, то есть, я так обозначила весь, всю систему патриархата, такой веселой затеи, где какие-то разыгрываются вот такие роли. Но они веселые в общем-то? Ну, естественно, они веселые, конечно. Чего уж тут... Тут тоже просто случайность какая-то сыграла роль, потому что шары, вот эти формы членов, тут понятно, что они это были не члены, это были шарыцы, на членах они были реплены, ну, с такими небольшими пипочками на конце, как с сосочками. То есть, они несколько двоякие еще были по форме вроде, такие вытянутые, репленые, которые были сосочные пипочки. И вот этот магазин, который их продавал под видом детских шаров, назывался веселая затея, и мне показалось, что это просто заметное состояние. Ну, там было, несмотря на такое фривольное название и веселенькую работку с разноцветными шарами, там был достаточно жесткий текст. И это, наверное, как-то, наверное, как рассказывается наследие моего журналистского образования первого, в котором, получается, когда я очень много писала, дневников и статей, еще куча всяких разных вещей, я думаю, что тексты к работам тоже в определенном смысле для меня являются как причаями, поинтами, какими-то еще дополнительными завязками к названию, к исполнению. То есть, его я тоже стараюсь писать, имея в виду некого лирического персонажа, хотя, который ведется на ногу. Потом была работа с побоями, она называлась «Make it up», и это была инсталляция, состоящая из любого возможного набора столика для нанесения макияжа, туалетные столики, такие что-то называются. Это работа о домашнем насилии, и о его незаметности, о том, что даже женщины друг другу признаются в том, что это происходит, о том, что такие вещи не обсуждают даже с подругами, не обсуждают с мамами, не обсуждают с близкими самыми людьми, потому что в нашей культуре, в которой женщины винят в том, что она виновата в произошедшем насилии, в том, что она делает что-то не так, в том, что есть причины для того, чтобы подвергаться ему. Вот в этой культуре обвинения признаться в том, что что-то подобное происходит. То есть это постыдно, это невозможно, и это скрывают всеми возможными способами. В общем, я сделала такой фейковый искусственный придуманный разворот в журнала «Гламур». то есть я купила обычный «Гламур», вырывала из него две определенные страницы, замакетировала там очень похожий материал. с этой стороны был, в общем, те же самые страницы, что были там. Ну, короче, в общем, журнал был открыт на этой странице, с этой инсталляцией. И там были такие желтские лица иллюстрированные, которые обычно, не знаю, используют всякие марки косметики, для того, чтобы показать какие-то применые принципы макияжа. Вот, и там было скандартное разделение на бонзинов, глиниток, там, рыжих и, я не знаю, шатенок, предположим, с такими сетями пятыми, десятыми глазами. И я сделала там на этих лицах такие условные достаточно пятна акварельные, похожие на побои, но все-таки все еще ими не являющиеся акварельные подтелки. И краткие инструкции, чем можно закрашивать там синий, синий ставший синий, синий ставший зеленый, синяки красные, там, с красными самоподтеками, вернее, подтеками. То есть я попыталась в этом развороте максимально оттраненно, как обычно говорят о насилии, описать способ как бы маскировки его следов, описывая синяки, ссадины, следы побоев через уфинизм, покраснение, там, желтые пятна, ну, как бы… Избегая слова… Избегая слова насилия, избегая слова побоя. То есть то, как об этом, в общем, и говорят. И опять же не предъявляя то, что происходит, удивительная вещь в нашем сообществе, я имею в виду наше женское, сестринское, что сокрытие все еще является более… Нормированным. Да, более как бы нормированным поведением, чем свидетельствование против там… Ну, то есть если подруга знает о том, что ее подруга убивает муж, то, наверное, скорее всего это повод заявить об этом в полицию, а не покрывать… Тональка. Да, агрессора. Ну, в общем, и там были разложены всякие косметические средства, касселеры, тональники, там, я не знаю, там было зеркало, то есть, в общем, это такой столик женщины, которая только что заметала следы, и каждая могла посидеть там и попробовать это сделать… Глядя в инструкцию… Да, но я все-таки надеялась, что вот этот остраненный тон, и какая-то максимально… что она сыграет наоборот, ну, как бы что нам по-другому устроит вид, что можно будет понять ужас, умалчивание, и ужас, сокрытие, и… Ну… Страх. Страх, да, который мы испытываем, говоря об этом, и неловкость, которую мы испытываем, говоря об этом, как мы сами… То есть, понятно, что журналы типа гламуры и всего прочего, они вообще вряд ли поднимают такие темы, хотя это было бы социально ответственно. Да, ну вот… В общем, они игнорируют некоторые… Да, то есть, культура игнорирует некоторые аспекты, и… как будто бы этого нет. То есть, это вот… не ссадины, знаешь, а… типа… покраснение. Угу. После начала архива все равно продолжились личные истории. То есть, там вряд ли изменился сильно курс твоих размышлений, нет? Да, я думаю, что в личном направлении он примерно остается таким же, но я думаю, что вот еще сейчас добавились, добавился некий интерес к технологическим штукам, то есть, ну вот интересно попробовать, как можно там этот опыт перенести в какую-то другую реальность, или… можно ли сформировать как-то условия для некого опыта уже там виртуальности или в дополненной реальности. Мне очень нравится идея коллаборации со всеми возможными программами, типа тач-дизайнера, которые там в своих таинственных узлах как-то тоже делают свою магию. То есть, это можно воспринимать как-то, знаешь, некую связь с машиной. Все-таки, если попробовать… Ну, это немного странный подход, но если попробовать остаться на достаточно интуитивном уровне знания программы, чтобы действительно не очень хорошо знать, что происходит, то можно, ну, как бы совпасть с ней в некоторой коллаборации, потому что часть ответственности за то, что получится, остается на ней. Разрешение картинки? Ну, не обязательно. То есть, какие-то внезапные вещи, которые вдруг открываются, когда ты начинаешь выкручивать… какие-то тунглеры… Интересно такое… Коллаборации с программой. Ну, почему нет? Это ведь вполне… Программа тоже анал. Да. Ну, да, да. То есть, я, конечно, бы не говорила никаких громких слов вроде киберфеминизма, но, может быть… пытаться смотреть, хотеть смотреть, не пытаться смотреть. Угу. Ну, это тоже еще какой-то путь, который там предстоит пройти. Ну, поскольку я задумала вот эту игру, я все-таки хочу ее сделать… Ну, скажи про игру. А ты на чем сейчас работаешь? Просто хочу сделать вот инсталляцию полностью, условно, в игровой среде. То есть, просто это мое личное пространство, но в игровой среде… Все равно, в общем, может быть… Наверное, как мне кажется, возможно, инсталляцию можно сделать и в игре. То есть, способ твоего присутствия, даже если он опосредован через монитор, возможно, не сильно поменяет на твое восприятие. И, может быть, его как-то изменит, но, тем не менее, тоже принесет какой-то… Я не знаю, может ли это сработать. Вход в нее будет через Красный Передор? Через индийский рынок. Вот, у меня есть такая идея, я не знаю, как я сделаю, но я хочу, чтобы вход в нее был через индийский рынок. Много объектов. Да, что-то… Что-то… Да. Но, круто… Так, среда довольно крута тем, что там куча всяких библиотек. То есть, идея ready-made может быть продолжена и в этом проекте тоже. То есть, можно использовать готовые там объекты, ассеты, которые уже кем-то сделали и там отдаются. То есть, опять, идея включения в цепочку вот этого создания, не знаю, создания… можно включать пользователей, не знаю, любви художника. В общем, можно будет… Да, 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 да. То есть, это open-source вы хотите, да? Ну, я бы хотела, чтобы каждая художница, которая интересна эта тема, могла бы сделать свой уровень в этой игре. То есть, это моя идея в safe place. То есть, я хочу сделать свое shanty place, по которому… Можно хотя бы тупо попродить, я не знаю, может быть, там будет какое-то взаимодействие. Я хочу сделать какие-то там возможности там… Смешных эквивалайзеров, с музыкальными там фонтанами. Ну, короче, там может быть какое-то… типа настроенное взаимодействие, ну, было бы супер, если бы художницы… Это… После насилия одна из основных характеристик, которых… Которых нужно восстановить, это чувство сохранности, безопасности. Вот. И я как бы хочу создать себе такое место виртуальное в каком-то мире. Вот. Можно сделать так, что из этого места можно приходить в другое место, в другой художнице. И так по нему путешествую, все-таки обретать какой-то… Ну, может быть… Я не знаю, что… Я не знаю, что… Как ты тут работаешь… Ты зовешь в коллаборацию… Да, да, да… Только художница или художница? Потому что… Не знаю, мне кажется, было бы честно все-таки говорить от имени… себя, и от имени как-то своего опыта, и от имени своих… переживаний… Ну, то есть, было бы честно пригласить в этот проект тех, кто пережил насилие, кто знает, о чем это речь, кто понимает, в каком месте… Я говорю… И знает то, что он для себя… Где он его нашел… Либо в процессе создания отработает… Возможно, она его как бы… Вот обретет… То есть, это в любом случае восстановительный какой-то курс… Ага… Но он может быть таким большим открытым миром… Почему нет? Да… Поговорим про архив… Архивчик… Ааа… Архивчик… Ну, вообще вопрос про… Про чем… Ну, то есть, про самоорганизацию, да? Этот… Новый этап… Слушай, да… Нет… Наверное, нет… Все-таки… Архивчик… Любимое дитя… Ааа… Ааа… Архивчик… Просто… Теплое место… Архивчик… Огонь… Костер… В лесу… В темном… Ну, то есть, архивчик… Миллион… Самых… Всевозможных… Эм… 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 К… Месту… Точки сбора… Это такое… Удивительное место… И оно сейчас… Еще… Более становится… Мне кажется… Удивительным… Эм… 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 Что… За то время… Пока… Проработали… Уже… Успели… Выработать… Свой язык… Своё… Какой-то… Свой способ… Говорить… Свои… Какие-то… Области для интересов… Несмотря на то… Что мы всячески… Сопротивлялись… С формализацией… И… Ну… Как-то… Такой… Как бы… Предметной рефлексии… В чем дело… Что произошло… Там… Да… Так или иначе… Мне кажется… Особенно… После этого… Портфолио… Ревью… В Питере… Когда мы встретили… Кураторов… И художников… Которые сделают… Похожие вещи… Которые понимают… О чем речь… Которые начинают себя слушать… Не со слов… Вот мы тут так… Тын-тын-тын… Вот мы сделали спиддейтинг… И тут у всех… Восторг… И как бы… Это… Ну… Я в общем… Довольно… Серьезно об этом подумала… Обо всем… И продолжаю думать… Что… Нам удалось найти… Способ взаимодействия… Как бы… Манеру говорить… Манеру делать искусство… Возможно… Мы даже… Не то чтобы хотели… Или к этому стремились… Но… Вот… Условно говоря… Суммирующий… Вектор… Усилий… Каждого… Архивчанина… Который… Участвует… В том… В той или иной… Движухе… Вынес нас… На… Какое-то такое… Вот… Очень… Интересное… И очень… Ну… Во многом… Оно… Спорное… Поле… Это… Где мы… Вытаскиваем зрителя… Какой-то… Активной… Коммуникации… Где мы… Эм… Думаю… Что… Используем себя… И свои тела… И свои… Художественные… Субъективности… Как… Перформативные… Как… Как бы… Ну… То есть… У каждого из нас есть… Как бы… Своё… Вот это… Перформативное… Эльтер-эго… Которое… Мы уже сейчас… Не можем даже называть… Может быть… Ну и во всяком случае… Я думаю… Что это уже можно называть… Не мероприятием… Не хэппинингом… А каким-то вот… Полномасштабным… Происходящим… Событием… Когда есть… Какая-то такая… Даже… Может быть… Не вполне формализованная… И даже… Проговорённая… Идея… Ну вот… Мы понимаем… Что мы там… Не знаю… Мы говорим про говорение… Каждый… Говорит по-разному… Каждый… И всё равно… Это получается… Какое-то… Многоголосье… Разных… Совершенно… Подходов… К вот этой… То есть… Мы… Каждого из… Наших участников… Вынудили… По сути… Что-то говорить… Тебе микрофон в нос… Ну… Вроде… Вроде… Что-то ещё потом получается крутое… И дальше… Мы уже думаем о том… Что это… Не единичное… Или я думаю о том… Что это… Вот… Контакт номер один… Дальше… Не знаю… Мы отправляем эти треки… Это контакт номер два… Дальше… Начинается какая-то коммуникация… Уже в группе… Как мы сейчас… Получаем… После ночёвки… Там… Новых друзей… Каких-то людей… Только… Радвин… Ну… Типа… Сколько вы получили там… Серьёзно… Мне в личных сообщениях… Просто люди писали… Мне… Какой классный place… Что за там… Классные штуки у вас происходят… То есть это удивительно… Прямой… Конкретный… И вот… Знаешь… Типа такой… Прям… Это не какой-то массовый зритель… Которого… Ты вообще там не знаешь… Кто пришёл к тебе на выставку… Что он подумал… А это вообще… Уже вот просто здесь… Ближайший контакт… Ну вот это хорошо по твоему… Я не знаю… Я не знаю… Того что мы рассчитаны на… Там… 20-30 человек… Настоящих… Ну то есть возможно… Действительно вовлечённых людей… Если мы сейчас… Говорим о Москве… Может быть это… 20-30 человек… Ну я вот знаю… То есть может быть в Копенгагене… Есть человек семь… И может быть сейчас в Питере… Ещё появится… Человек восемь… Знаешь… И может быть ещё где-то… То есть… Всё-таки… Это вопрос… Ещё и времени… В том числе… И… Нашей активности… Вообще нашего… Вот… Я думаю… Что сейчас… Возможного архива… Появилась возможность… Ну не сидеть там… Головой в песок… Во всяком случае… Я например подумала… Что… Какой-то… Пушинчевская деятельность… На заводе… Возможно… Ну… Возможно… Не обязательно… Партизанность… То есть я не говорю о каких-то… Знаешь… Там… Многобиллионных… Стадионах… Но я… Говорю о том… Что… Мне кажется… Что мы… Готовы… Попробовать… Разные… Штуки… И хочется… Попробовать… Просто… И всё… И вот… Я думаю… Если мы будем это делать… Количество людей… Которые понимают… Что мы делаем… Если мы будем ещё налаживать… Про наши контакты… Как нам и посоветовали… С теми… Кто делает то же самое… Просто держать… Это комьюнити… В уме… И друг… И рядом… И вообще… Понимать… Почему мы занимаемся… Это тоже… Естественно… Очень… Ну… Полезно… Вы… Вылезли из своих… Границ… Ну… Это… Пусть была вынужденная… Мерная… Это очень… Круто… Вылезая из завода… Мы как бы… Одновременно… Вот… Сами для себя… Может быть… Эти рамки… Где мы можем ещё что-то делать… И как… Немножко… Не знаю… Что-то… Преодолели… Да… Преодолели… И… Для меня это очень… Позитивный… И… Ну… Какой-то такой… Жизнеутверждающий момент… Мне кажется… Что… Ну… Ну… Как никогда… Как… Человек… Который… Получил вот такую вот… Поддержку… Знаешь… Я как никогда… Верю… В то… Что… Архив… Пусть… Даже… Если мы действуем интуитивно… Иногда… Ну… Как бы… На ощупь… Всё-таки… Думаю… Что это направление… Оно как бы… Оно живое… Оно есть… Редактор субтитров… Тихо… Редактор субтитров…